Ни тысячи километров, ни границы, настоящей дружбе, ни помеха. Яркий тому пример Бобруйск и Нарофоминск. Попротивы сотрудничают в разных сферах. Творческие коллективы Бобруйска уже не первый год радуют своими номерами российского зрителя. 2022-й не исключение. Театр песни Шинанай и фольк-шоу-балет Альянс в этот раз на главной концертной площадке Нарофоминска. Попротивство – это не только культуре. Бизнес, промышленность, сельское хозяйство, торговля у партнеров, большой портфель совместных проектов. Доверительные и теплые взаимоотношения между руководителями города также способствуют еще большей кооперации. Поэтому этот праздничный день мэр Бобруйска не может пропустить. Александр Студнев лично приезжает, чтобы поздравить Нарофоминцев. Наши дружеские отношения заложены еще в 2006 году. И на самом деле с каждым годом они только укрепляются. И каждый год приезжая мы видим, как город преображается. Появляются новые улицы, появляются новые социальные объекты. На официальном приеме главы городского огруга не обходится без подписания новых соглашений. Так, Нарофоминск и Московский район Сокольники теперь побратимы. К слову, оба имеют соответствующие договоры и с Бобруйском. Я хотел передать большой привет бобручанам. Это наши самые любимые гости. Мы очень любим с ответным визитом всегда приезжать в город Бобруйск. Бобручане настоящие, открытые, добрые, гостеприимные, турдорлюбивые люди. Всем привет, мы с вами. В программе официального визита Бобруйской делегации посещение знаковых мест Нарофоминска, которые связаны с Великой Отечественной. В те страшные годы русские и белорусы потеряли миллионы своих людей. Сохранить память о каждом герое – наша священная обязанность. Цветы к вечному огню и могиле неизвестного солдата у Никольского храма возлагает и Александр Студнев. Двухдневный официальный визит подходит к концу. Руководство сверяет часы, а творческие коллективы в очередной раз покоряют своим мастерством Нарофоминсов. Новые пути развития сотрудничества, пожалуй, главный итог встречи в Абратимов. Уже совсем скоро друзья встретятся вновь, но на белорусской земле. Делегация Нарофоминска примет участие в праздновании дня города Бобруйска. Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.